Купаться можно. Роспотребнадзор представил результаты экспертизы первоуральских водоемов. Пробы брали в прудах поселка Белембай, Динос в Нижнешейтанском водохранилище и на кемпинге по дороге в Екатеринбург. По результатам исследований, которые уже проведены, получена вода во всех этих водоемах соответствует гигиеническим нормативам и требованиям. В этих водоемах, в которых мы отбирали пробы, которые я перечислил, купаться можно. Максим Волигов уверяет, воду проверяли на наличие паразитов, вредных химических соединений и возбудителей инфекционных заболеваний. Пока что вода в первоуральских водоемах соответствует нормам. Однако к июлю из-за жары она начнет портиться. Тогда ее проверят на наличие холеры. На Нижнем пруду проба была сделана в районе Лодочной, как раз там, где зона отдыха. Результаты проверки подтвердил и областной Роспотребнадзор. Вода соответствует нормам. На верхнем пруду купаться запрещено. Он является источником питьевой воды для города. Тем не менее, дикий пляж здесь открывается каждое лето. Освежиться приходят в основном жители Шайтанки. На соседней стороне пруда расположились жители Самстроя и других поселков. Дети сразу лезут в воду. Взрослые опасаются и остаются на берегу. Олег Мухитов только загорает. Говорит, для купания не сезон. Но мы загорать ходим тут каждый год. Мы зимой купаемся. Саша настоящий спортсмен. Освоил пять заходов по 30 минут. Почему тренируется именно здесь, отвечает просто. Ну, все купаются. Я тоже купаюсь. За купания в неположенных местах наказаний нет. Но все-таки лучше посещать частные зоны отдыха. Там и за чистотой, и за безопасностью следят. И даже водный транспорт предоставляют. А тех, кто все-таки выбирает купание дикарем, спасатели призывают соблюдать особые меры предосторожности. У нас тут в России же мы привыкли учиться, как правило, на своих ошибках. А если человек утонул уже, он на своих ошибках учиться уже не сможет. То есть как сапер ошибается один раз. Поэтому жители должны быть проинформированы заранее о том, что купание в алкогольном опьянении приводит очень часто к несчастным случаям. Потому что это вообще можно расценить как, по большому счету, добровольное самоубийство.